Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Во время Оно, учащая Иисусу люди в церкви и благовествующую, придоша священнице и книжнице со старцы, и реша к нему глаголюще «Рцы нам, кою областью сия твориши, или кто есть давы тебе власть сию». Отвещав же рече к ним, «Вопрошу вы, Иас, иди на гослови се, ирцы тими». Крещение Иоаннова, «С небесе ли бе и лёд человек?» Они же по мышляху в себе глаголюще «Яка ащи речем с небесе речет, почту бы невервости ему. Ащи ли же речем от человек, все люди каменем побьютны». «Известно бы бе Иоанне, яка пророк бе, и отвещаше невемы откуду. Иисус же рече им, не аз глаголю вам, кою областью сия творю». Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня среда, 11 декабря, и мы с вами читаем Евангелие от Луки, главу 20, с 1 по 8 стих. Ну а сейчас давайте откроем Священное Писание Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. «В один из тех дней, когда Иисус учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему, «Скажи нам, какой властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоанна во с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили, «Если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему?» А если, скажем, от человеков, то есть народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали, «Не знаем откуда». И Иисус сказал им в ответ, «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Вот такое Евангелие сегодня мы с вами слышим. Вновь мы с вами находимся в храме Иерусалимском. Господь приходит туда после своего торжественного входа в Иерусалим. Вчера мы с вами читали о том, что Господь, войдя в храм, разгоняет там предыдущих покупающих, миновщиков денег. Вспомним, что праздник Пасхи, множество народа в Иерусалиме. Людям надо обменять свои деньги на священные сиклии, нужно купить каких-то животных, дабы они были принесены в жертву. Каждый по своим силам, по возможности участвует в этом деле. И придя в Иерусалим, люди сталкиваются с тем, что, скажем, за обмен денег берется процент определенный, пусть небольшой, но есть, что животных можно покупать только в определенных загонах, палатках, откуда-то там прийти, именно здесь, что опять же все очень строго регламентировано. Все очень установлено жестко, за этим следят. А кто следят? Подчиненные семьи первосвященника. У них была такая привилегия, монополия. Скажем, даже в садах Горы Иллионской разводили голубей, для того, чтобы потом они в храме Русалимском продавались. И никто больше не имел права голубей туда поставлять. Ну, в общем-то, знакомая ситуация. В этом плане человечество ведь не сильно меняется. Знаете, когда человек стремится к какой-то выгоде, ну, он готов любой способ здесь придумать, что-то как-то это обосновать, объяснить. Ну, а тут что ж, тут теперь освященник, вроде, да, первое лицо в храме. Казалось бы, на кого еще равняться? На чье слово, на чью власть? А тут Господь приходит и выгоняет всех, и никто не может сопротивляться Ему. Видимо, и силы, и власть здесь в нем людям видится и понимается. Что могут только? Могут прийти, задать вопрос, что, да, о чем мы сегодня с вами в Ангелии читаем. Да вот, опять же, если вспомним, вчера мы слышали о том, что и пересвященники, и книжники искали погубить его, но боялись. Боялись из-за того, что он окружен народом. Народ вынимает Христу, потому что многие сейчас считают, что вот, да, сейчас он, наконец-то, объявит себя царем. И действительно, если бы Господу было угодно, одного его слова было бы достаточно, чтобы весь иудейский народ поднялся бы сейчас, ну, там, в каком-то своем таком революционном духе. Пошли бы за ним. И вот, соответственно, здесь пересвященники не опасаются. Опасаются открыто в данный момент воевать со Христом, сопротивляться Ему. Но ненависть их переполняет, злоба переполняет, жажда смерти его переполняет их. Видимо, что здесь уже не просто какая-то неприязнь, а желание убить его, уничтожить всеми способами, но бояться народа. И что же сделать в таком случае? Нужно каким-то образом его опорочить, нужно как-то оторвать внимание людей от него. И вот тогда они подходят к нему с какими-то лукавыми вопросами, как вроде бы кажущимися вполне законными. И задают ему, да что, скажи, какой властью ты это делаешь? Кто власть тебе дал так поступать? Кто вообще тебя уполномочил? Вот с такой славы визжать в Иерусалим, приходить здесь в храм, распоряжаться здесь каким-то порядком, установленными, вроде бы не тобой. Да, то есть кто? Господь не отвечает им напрямую, а задает им вопрос. Как бы давая им возможность самим выбрать для себя. Желаете ли вы правды, или вы будете лукавить дальше? Ведь по сути за их вопросом стало то, Бог ли тебя уполномочил, или не Бог, или ты самозванец. Вот это было важно, ведь все понимали, что если он Мессия и Царь Израиль, значит он Богом посланный. То есть вот это было для всех очевидно и понятно. Люди были готовы тоже принять, и многие приняли уже и поверили. Не хватало здесь для того, чтобы уже стать христианами, вот знаете, в таком не духовном смысле, а в смысле политическом, как бы учениками Христа одного, чтобы он себя Царем сейчас так открыто объявил. Хотя и Господь им говорил, что Царством этом нет мира сего, никогда он людей не призывал к каким-то бунтам, никогда не говорил, что вот наша задача сейчас свергнуть ненавистное игорь Рима, и пойти дальше с таким политическим крестным ходом по всю миру, и всех привести к подчинению к себе. Никогда такого не было. Но тем не менее, людям это хотелось, и они ждали вот этого. Хотя понимали, что если он так скажет, да, Бог его на эту полномочию. Вот здесь этим пересвященники спрашивают, что кой власть ты это делаешь, что дал тебе власть сию. Ну что ж, раз вам желательно понять, от Бога или от Бога, давайте вспомним другое, и Господь им тогда и задает сам вопрос. Скажите, крещение Иоанново с небес было ли от человеков? Для чего здесь Иоанн упоминается им? Иоанн пророк, Иоанн креститель был не то что весьма почитаемым среди уйтиев. Многие считали, что он как раз таки и есть Христос. И многие ученики его очень долгое время держали за эту мысль. Даже где-то и на спасителя поглядывали, что ли, с какой-то неприязнью, что, мол, будто бы он какую-то славу Иоанново к себе забирает. Мы знаем, что фарисеи и учеников их послали к Иоанну с этим вопросом, что кто ты, скажи. И он говорил, что я не Христос. Но тем не менее, все поняли, что он пророк Божий. Не было ни одного вудея, который бы это дело оспаривал. И свидетельством это является то, что люди отовсюду шли креститься к нему. Отовсюду. Евангелие об этом нам четко упоминает. Из Иерусалима, из Иордана, из страны там, из-за всяких разных стран. Стороны иудеи. Доверяли, почитали, слушали. Он был для них авторитет. И, соответственно, те же самые пересвященники, раз они допускали такое явление, когда Иоанн пророк, соответственно, они с этим соглашались. Потому что у них было в какой-то степени право утверждать или не утверждать, так скажем, полномочия пророка. То есть они могли сказать, что нет, он лжепророк, и люди, в принципе, к ним бы прислушались, Иоанну Крестителю относились бы другим образом. Но нет, такого не было. Они согласились, что да, это посланник Божий, да, он возвещает волю Божию. Здесь Господь говорит, что вот, Иоанн, почитаемый для всех для вас, авторитетный человек. Так вот скажите, то, что он делал, это было от Бога или нет? Вы меня спрашиваете, да кто мне дал власть? А скажите, а ему кто дал власть? Вот крестить, призвать людей к покаянию, что-то возвещать. Они же, рассуждая между собой, говорили, если, скажем, с небес, то скажут, почему же вы не поверили ему? А в чем не поверили ему? А потому что Иоанн Креститель четко о Христе свидетельствовал. Говорил, что вот он, агнец Божий, который берет на себя грех мира. У него я не достойен развязать ремень обуви. Он идет за мной, но он больше меня. То есть он четко указал на Иисуса из Назарета, говорил, что вот он и есть Христос. Соответственно, вот Господь и спросил, не рассуждает, что действительно, если мы согласны с тем, что Иоанн от Бога, значит, мы должны поверить ему тогда наш вопрос, он просто бессмысленный, все очевидно тогда. Но нам-то не хочется это признавать. Мы не желаем признавать божественное достоинство вот этого человека, кого люди уже готовы считать Христом. А если скажем, что Иоанн был обычный человек, что все, что он делал, это была лишь его человеческая выдумка, идея какая-то, то действительно народ-то нас камнями побьет. В своем возмущении, что, мол, куда вы смотрели-то тогда, почему же нам это сразу не сказали, для чего мы ходили к нему, для чего мы исповедовали ему грехи свои в Вардане, для чего мы как-то пытались жизнь свою менять. Если он обычный человек, то, ну, всяк человек ложь, как говорит нам об этом Священное Писание. И видим, что здесь вот в страхе за свою жизнь, здесь просвещенники вынуждены, вынуждены, запутавшись уже в своем лукавстве, признать свою полную, что ли, неспособность вообще в таких вопросах разбираться. И говорят, что мы не знаем откуда. Но с этого момента, кстати, не теряет вообще всякое доверие со стороны народа, и они это четко понимают. Что, то есть, все, они сами вырыли себе яму, они пытались Христа туда столкнуть, но они сами в нее попали. Действительно так бывает, что порой человеку сложно сказать правду, сложно признать истину. Кажется тяжелым, страшным, особенно если это правда обличает нас самих, но гораздо сложнее человеку держаться за ложь, держаться за лукавство. Потому что ложь, она всегда запутывает. Запутывает так, что человеку в итоге становится просто невозможно из этого вылезти, из этого болота, которое он сам себе создал. Так вот здесь и первосвященники. Не знаем откуда говорят. И Иисус сказал мне, я не скажу вам, какой властью я это делаю. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли, братья и сестры. Читали мы Евангелие от Луки, главу 20, с 1 по 8 стих. Но всем нам напоминаю о необходимости ежедневно читать. С чьей написание хотя бы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!